всем привет меня зовут пётр сегодня хочу снять видео по поводу устройства rope range или как его еще называют арбо бугель от компании крок значит на это видео меня сподвиг просмотр ролика с канала штурм big wall в котором собственно они изготовили некий обзор этого устройства на мой взгляд в этом обзоре полно опасной ереси которая может привести к травме и в общем к чему только не может привести а на него вчера наткнулся вот у меня был где-то в глубине списка посмотреть позже на ютюбе я его в очередной раз увидел и вспомнил что еще тогда он меня возмутил но скажем так в момент когда первый раз я его смотрел у меня в руках этого устройства не было я не считал возможным какое-то мнение о нем оставлять тем более его транслировать на ютюбе но на данный момент на этом устройстве конкретном я уже работал отвисел на нем достаточно много сделал несколько деревьев и вот теперь скажем с полным пониманием того как именно это устройство работает а не только принципов работы полных значит я могу дать некий отзыв обзор значит на это устройство давайте приступим значит изначально изначально я буду отсылать давать отсылки к тому видео значит о котором идет речь и ссылка на него будет в описании естественно я открыт для любых комментариев любых вопросов и я сразу решил это видео снимать уже более практичные обстановки да то есть устройство завешено на дерево единственное что в данном случае вот так делать не надо это плохо для карабина но вот сейчас речь идет о том что просто устройство висит чтобы его снял когда я буду на него завешиваться я естественно сделаю нормальный нормальную точку привязки чтобы рассказать о раупренче и о том в принципе что из себя представляет это устройство я коротко пройдусь по историям значит изначально в на западе в америке в европе появилась система hitch climber то есть канатный доступ с использованием схватывающего узла hitch это узел вот перед нами в данном случае один из схватывающих узлов их много там не только прусик как у нас в россии да многие считают что прусик это единственный уникальный узел значит там их очень много на самом деле один из них перед нами то есть что такое схватывающий узел думаю все знают но если коротко то узел держит нагрузку в одном направлении а в другом направлении свободно перемещается но при этом довольно легко перемещается обратно вверх по веревке изначально концепция работы на деревьях предполагает не спуск по веревке или подъем по веревке а перемещение в кроне дерева с использованием канатного доступа для деревьев специально скажем так да и в основном использовалась система д д р т двойная динамическая веревка значит в данном случае хитч клаймбер на двойной динамической веревке выглядел следующим образом карабин блок ролик схватывающий узел из шнура из реп шнура на основной веревке веревка уходит вверх в точку привязки там либо карабин либо trisbee то есть некая петля которая призвана сократить трение далее веревка переходит обратно и подсоединяется уже к страховочной привязи сейчас я это дело все подсоединю и продолжим вот в данном случае уже устройство присоединено к моей страховочной системе и как мы видим два карабина то есть в данном случае чтобы немножко спуститься или отойти по ветке по веревке я кладу руку сверху на узел вот на данный момент я показываю что система натянута она держит мой вес дальше мы это узел немножечко ослабляем вот у нас пошла веревка данном случае я отхожу сторону от дерева точно также я могу перемещаться и вниз чтобы выбрать слабину то есть вернуться обратно по ветке в частности или переместиться вверх так или иначе мне нужно выбирать этот конец веревки вот я это могу сделать довольно легко поскольку у меня механическое преимущество два к одному и узел соответственно позволяет веревку легко выбирать и совершенно спокойно это происходит и вот я вернулся обратно к дереву на котором у меня закреплена на данный момент система перед нами не что иное как аналог и собственно не аналог то что было до зигзага пэтсу то есть очень легко представить себе да что зигзага точно также есть блочок у него с нижняя точка крепления и у зигзага 6 верхняя точка крепления вот здесь куда вот этот вот вот этот карабин и приходит и вот перед нами очень-очень похоже на пэтсу зигзаг картинка значит я надеюсь что меня по прежнему слышно то есть изначально не роб рейндж является аналогом зигзага а вот именно вот зигзаг является аналогом вот этого устройства вот эта система значит что происходило дальше дальше поскольку система была разработана и применялась в основном для работы на деревьях соответственно на деревьях у нас существует такое понятие как redirect redirect по-английски это перегиб переход через определенную ветку например вам нужно вывеситься перейти вокруг дерева обойти на и тогда у вас вся эта система она заматывается вот так вокруг ствола дерева и поскольку веревки вот эти две двигаются в разных направлениях вас происходит очень большое трение это не очень удобно например вам нужно вот здесь ветку отпилить потом в другую сторону перейти то есть это просто неудобно вы не можете в таком случае перемещаться это один из минусов была эта система хотя сама в себе она очень надежно и удобно реально вот над этим минусом работали достаточно большое количество людей но существенный прорыв и в общем то откуда появилось это устройство на rope range произвел кевин бингом это арборист из детройта он придумал как значит избавиться от трения от движения веревки как перемещаться по веревке вверх и вниз ровно с теми же значит плюсами но без минусов вот присущих двойной веревки и плюс он соответственно начал с чего он просто отсоединил от страховочной привязи но в данном случае он не подключен ни к чему не пристрахованы просто вот откинул он отсоединил второй конец веревки попробовал перемещаться на вот этом собственно узле на этом блочке вверх и вниз и если вверх эта система по-прежнему хорошо перемещалась то вниз этот узел схватывал просто намертво и просто из-за веса потому что если раньше допустим те же самые 100 килограмм до который он весил со снаряжением или там без снаряжения система несла лишь 50 килограмм то сейчас она несла все 100 на этом самом узле и это вопрос не разы не разрыва узла был в первую очередь а то что он затягивался намертво его просто было не ослабить а когда ты ослабил этот узел он значит начинал со страшной силой быстро и неконтролируемо сползать и при этом при этом сама система была понятно да то есть снять вот эту нагрузку с узла и все равно остаться на одинарной веревке что было им сделано что было им сделано до забыл сказать что именно в этот момент в общем то когда эта система стала популярна появился пэтсел зигзаг в качестве механического аналога этой системы то есть изначально зигзаг аналог вот вот этой вот схемы с двойной веревкой значит что сделал бингом он придумал устройство простейший абсолютно которая переламывала вот так сверху веревку и было прикреплено ровно к этому же собственно блок ролику с помощью тогда еще гибкого поводка то есть там да в термоусадке по моему был кусок веревки у него с прошитыми концами вот значит данном случае в данном случае сейчас одной рукой просто очень неудобно сделать это хорошо значит в данном случае что мы имеем я уже перестегнул на данный момент веревку в одиночный режим то есть сейчас я прикреплен условно говоря в кроне дерева у меня закреплена веревка по которой я перемещаюсь это 12 канат в данном случае коломна она конечно жестковато но значит если обратить внимание кстати то чего тоже не сделали в на видео big wall значит то верхняя часть арбабугель она предназначена для работы от 12 до 15 веревки нижняя часть то есть это блок блок роб ренча у них кстати устройство пределах скажем так одного комплекса называется двумя разными названиями она с 11 до 13 веревки ну и соответственно выбрана была 12 веревка как не слишком толстая на все дубовую поскольку это коломна вот не суть значит что мы имеем в данном случае под ногу без нагрузки как они там правильно все его теребили руками значит устройство никак себя не проявляет не мешает абсолютно никому перемещаться вверх по веревке то есть вот у нас устройство перемещается вверх по веревке но как мы видим она уже находится выше чем узел и как только мы начнем давать нагрузку устройство начинает первую очередь пережимать веревку просто переламывать ее здесь нет подвижных частей если эта штука не крутится и вот эта штука которая похожа на облачок она тоже не крутится значит устройство пережимает веревку если опущу и здесь покажу вот я даю нагрузку устройство начинает переламывать веревку таким образом снимается напряжение с этого самого узла сейчас я узел полностью ослабляю и показываю узел вообще не активен вот устройство переломила веревку значит вот здесь ключевая ключевой момент в видео big wall было сказано что это устройство но для того чтобы это антипаника типа если я передавил узел то это устройство предотвратит падение это вранье показываю я к нему не привязан показываю одной рукой никакое падение это устройство не предотвратит отдельно это устройство в принципе не предназначалась никогда для страхования для страховки жизни все это не сиз значит это просто дополнительный блок причем более того конкретно этот дополнительный блок это уже вторая версия первая версия у крока ходят легенда она есть даже можно вроде как заказать она то полный аналог роупренча просто один в один еще две картинки попробую дать значит вот это это аналог уже того что петсел стырила наверно можно так сказать потому что это просто как бы да это факт вот то что петсел придумала как аналог роупренча то есть а крок уже начал сделал аналог петсловской шиканы то есть вот когда начали зигзаг механически используется роупренчем петсел подумала наверное надо на этом заработать и сделала свое устройство на дампом 14 или 12 тысяч стоит на в качестве дополнения к зигзагу вот это шикана вот она один в один выглядит вот так только она там пластиковые частями это полностью металлический он кстати сделан неплохо он сделан лучше чем шикана то есть самому качеству претензии здесь нет никаких вообще абсолютно шикарное устройство значит так вот сейчас я к него присоединяюсь устройство карабинчик замуфтовал на данный момент значит да что мы имеем под моим весом на устройство выглядит вот так уже я никуда не скольжу никакого падения не происходит это его рабочее положение вот он переламывает веревку и здесь я точно так же как и раньше двумя пальчиками могу спокойно на то есть я вот и сижу на этой веревке и точно так же как и раньше я могу выбирать слабину то есть фактор рывка при том что застрахован выше своей талии он у меня всегда меньше единицы и вот это устройство работает именно так значит вот я его отсоединил какие есть нюансы у этого устройства во первых вы должны уметь вязать этот узел первое второе в отличие от какого-нибудь айди или там гри-гри не знаю еще чего там придумаете она не встегивается в середине линии то есть вообще в принципе не понимаю зачем в арбаризме нужны устройство прям так нужны нужны которые стягиваются именно в центре какой-то веревки да там уже натянуты но не вижу такой задачи но она так не умеет то есть его можно собрать на веревке но вот именно просто взять и встегнуть всего надо полностью разбирать снимать с веревки вверх выстегивать карабин полностью разматывать узел и в принципе тогда да вы можете его наверное куда-то встегнуть но это ну дико долго неудобно и в общем смысла не имеет еще устройство требовательно к качеству веревки на котором находится то есть но должно быть хорошая веревка должна быть мягкая зла вязкая и при этом устойчивая к стиранию хотя нагрузка на ней не такая большая то есть по сути вам нужна какая-то мягкая арбористическая веревка вот я сейчас заказал ты надеюсь что в ближайшее время я сделаю тоже обзор на 12 веревочку специально для арбаризма устройство поставляется целиком в комплекте карабин стальной нижний блок вот соответственно реп шнур для нас прошитыми ушами рукоять и сам по себе арбо бугель то есть роупренч считайте что это роупренч номер два по своей сути ну или петсовская шикана как кому удобнее значит устройство сделано очень хорошо это из плюсов значит да она сделана логично сделано логично она сделана хорошо в комплекте очень мягкий хороший реп шнур именно для прусика в россии я сейчас покажу в россии этот реп шнур хрен найдешь кроме крока значит вот этот конкретный реп шнур он довольно давно еще там сколько-то лет назад был заказан мной из америки еще в предыдущий раз когда не было тогда вот этого роупренч от крока и была попытка заказа этого роупренч еще из америки значит вот такая веревочка из америки значит стоит около 20 баксов и честно говоря когда вы заказываете уже должны очень хорошо понимать на каком канате вы будете завешиваться чтобы знать ее длину диаметр и как она на нем будет работать потому что я столкнулся с тем что она для меня была слишком длинная использую для другого она у меня всегда на обвязке но собственно для другого использую вот значит из плюсов опять же перемещение в кроне дерева одной рукой я сейчас сделаю чтобы не переместиться сверху нажму но это не правильное использование устройства правильно за узел мне просто надо отойти подальше да и в данном случае мне не хватит одной руки чтобы прожать вот этот вот перелом на коломенской веревке на более мягкой веревке этого бы хватило в данном случае просто его так сложу чтобы быстро выбрать слабину это полезно когда ты висишь спокойно в дереве при страхован охваткой за ствол или за ветку и вот эту систему просто настраиваешь тебе надо просто выбрать много много-много-много этой веревки у меня здесь 15 метров тоже объясню для чего это полезно именно в этот момент но это неправильно то есть это транспортное положение когда максимально коротко надо это сложить вот соответственно я в данный момент выбрал определенное количество этой веревки и устройство как только на него дается нагрузка она опять начинает соответственно вставать в свое рабочее положение степенно распрямляется распрямляется и здесь у меня на узле вот сейчас нет нагрузки но мне одной рукой его только если сильно потянуть вот такая вот картинка значит очень полезная вещь когда мы говорим о лимбок то есть охождение по веткам мы пристрахованы левая рука у нас на устройстве правая рука она с пилой а там что-то пилит ну там не пила есть но не принципиально после чего мы соответственно пилу ставим на кориту вот и дальше там уже двумя руками одной рукой выбираем обратно подходим к стволу дерево и дальше куда-то завешиваемся значит плюс еще какой в нем есть если если мы говорим о валке частями и это самое простое на это устройство она очень удобно в комплекте с охваткой сейчас покажу почему вообще исторически когда я отрезаю на дерево эта система у меня значит висит на вспомогательном карабине в основном когда речь идет о валке работе на деревьях я использую гафы и использую охватку соответственно охватка и значит вот на данный момент я стегнут свою страховочную систему при помощи охватки представим что я стою на гафах и представим что подо мной где-то ну хотя бы метров 15 15 метров у меня с собой вот эта замечательная вещь лезу я в данный момент вверх еще уже высота достаточно большая мало ли что значит я там не знаю пилю я ползу на веревке и не пользуюсь тросом она мягче она легче значит свт-шный зажим опять же кто-то хвалит но в данном случае это брендированный вента свт-шный зажим но все понимают что из чего это сделано да здесь у меня около там четырех примерно трех метров и не помню сколько здесь осталось хвоста в дэйзи чейн цепочки связан вот если мне будет вдруг не хватать я соответственно его достану что дальше происходит значит я лезу вверх по дерево попутно значит соответственно срубаю все что мне попадается если речь идет о валке вот но высота уже становится значительной и соответственно я беру достаю помогательного карабина вот такой вот сверточек сейчас я покажу как он применяется его я пристегиваю к своей страховочной привязи значит это наоборот сделал непринципиально данном случае пристегиваю к своей страховке после чего соответственно мне появляется вот такая вот удавочка вокруг дерева я знаю что многие так делать не любят но это стальной карабин и в данном случае это второй скажем эшелон страховки вот и когда я иду вверх по дереву я соответственно эту петельку и закидываю наверх и дальше уже дополняю это перемещением охватки по дереву вот точно также если мне нужно например заранее закрепиться за какую-то большую достаточно ветку ну вот если в допустим надо мной вот такая ветка торчала чтобы я сделал я просто забросил этот карабин с свободным концом вот этой вот страховки до ветки и эту удавку затянуло бы именно там дальше у меня была бы уже . привязки какая-никакая уже все равно как-то спокойнее приятней ее можно бросить на соседнее дерево принципе да там есть значит нужно использовать тогда что-то чтобы достать конец веревки соответственно вдруг мы долезли до вершины даже сбросили макушку во время работы со стволом она перемещается наоборот под охватку то есть иными словами охватка наша сверху система это под ней тоже также на удавки на удавки под ней фактор рывка здесь близок и больше единицы но в данном случае это как дополнительная страховка тоже работает я никому не рекомендую так работать но это то как я делаю если что-то случится с охваткой если она просто банально от раскачки ствола когда мы валим частями начида с оттяжками еще чем-то нас просто банально каким-то образом слетит со ствола вверх у вас будет все равно хоть что-то что висит в любом случае что затянется почему такая длинная почему длина здесь у меня 15 метров объясняю значит если мы лезем на дерево убираем с него нужные или ненужные ветки 15 метров позволяют в любых условиях практически всегда за два ну даже может быть максимум за три приема спуститься с дерева не используя ничего больше то есть плюс почти всегда это полная свобода перемещения можно кинуть опять же на соседнее дерево 15 метров хватит всегда подтянуться это просто экстренная линия на обычно смотана не просто в дэйзи чейн то есть да не просто в цепочку смотана она обычно смотана в двойной дэйзи чейн то есть еще на самом себя вот и именно этого веса 15 метров хватает для того чтобы вот здесь вот автоматически под весом самой веревки выбиралась слабина то есть каждый раз когда я эту петлю перекидываю вверх по дереву она во-первых затягивается во вторых вот эта вещь она выбирает сразу слабину вот это удобно я могу начать спуск в любой момент мне будет нужно я уберу с хвоста дэйзи чейн у меня будет 15 метров веревки все что выше 15 метров я всегда использую вот так вот собственно вот это и все то есть если использовать это устройство с умом и именно на деревьях то для перемещения по веревке вы ничего лучше в россии не найдете можно купить петловский зигзаг шикану это будет стоить 40 по моему две тысячи рублей в сумме здесь мы говорим о семи тысячах пятьюста рублей 500 рублей делайте выводы устройство хорошие но его надо уметь и использовать и знать как оно сделано